Экспортируем тренировку из вкладки управления. Для этого нажмем на кнопку меню справа от типа тренировки и выберем пункт экспортировать. Откроется диалог экспорта тренировки. Для чего вообще это нужно? Это нужно для того, чтобы, допустим, поделиться с другом особо удачной тренировкой, которая вам понравилась. Или, если же вы учитель, вы можете что-то создать уникальное для своих учеников. Так вот, здесь можно выбрать другой тип тренировки. И, кроме того, из которого мы вышли в этот диалог. Далее, здесь можно включить или исключить настройки звука. То есть, именно звуки тренировки, которые отличаются от общих настроек всех звуков приложений. Далее, этот пункт, включая уровни сложности, доступен, если в тренировке уровни сложности вообще есть. Точно то же самое с заметкой. То есть, если заметка есть, мы можем ее включить. И экспортировать тренировку можно в виде ссылки или в виде файла. Давайте попробуем. Нажмем экспорт. И вот открылся список приложений, которые хотят поработать с нашим созданным TNG файлом. То есть, можно его отправить по e-mail, по мессенджеру или же сохранить себе файловую систему. Точно такой же диалог экспорта тренировки. Вы можете найти во вкладке «Опции», «Данные», раздел «Экспорт данных», «Тренировка». Вот он же. Ну что же, делитесь своими наработками. От вас не убудет.